Город Иссентуки. Маленький курортный городок. Жемчужина курортов. Тысячи людей стремятся сюда отдохнуть и оздоровиться. Но на фоне общей ухудшающей обстановки в стране, вместо поддержки Иссентукская администрация усугубляет положение своих же жителей. Подавляющее большинство жителей города связаны с предпринимательской деятельностью и в первую очередь нацелены на отдыхающих. Именно в этой сфере с 2016 года и начались проблемы. Добрый день, Юрий Викторович. Насколько я знаю, вы являетесь защитником мелких предпринимателей в городе Иссентуки. Это так? Добрый день. Да, это так. Я житель города по образованию юрист. Ко мне обратились жители с существующей проблемой. Я изучил и решил помочь в меру своих сил. До 2016 года было как-то иначе? Ну, нельзя сказать, что все было безоблачно. Ну, по крайней мере, люди могли осуществлять свою деятельность законно. Их не лишали работы, вопреки законодательству Российской Федерации. Что же стало отправной точкой для таких изменений? Ну, я думаю, это смена руководства в экономической сфере. Сменился начальник управления экономического развития и торговли администрации города Иссентуки. Им стал некий господин Шипулин Николай Сергеевич. Первым же нормативным актом, регулирующим торговую деятельность города, господин Шипулин в 2017 году ликвидировал торговые места в курортной зоне. Он заявлял во всех источниках, на всех совещаниях о том, что у людей нужно забрать работу не столько по желанию, сколько по необходимости, так как на улице Ленина будет пешеходная зона с лавочками, цветами, красивым газоном и торговлю там разместить небе. Сразу отмечу, что к курортному бульвару, который построен в районе Грязелечебницы, это не имеет никакого отношения. Та территория, где централизованно размещались сувенирные лапки, осталась в том же виде, что в 2016 году. Зато в 2018 году возникла торговая ярмарка в 250 квадратных метрах. Чтобы вы понимали, это не та ярмарка, где любой желающий может прийти и продать помидоры со своего огорода. Эта ярмарка разыгрывается на торгах, как любой другой торговый объект в городе, но имеет один большой нюанс. Ярмарка создана под монополиста. Стартовая цена на торгах начинается с миллиона рублей за 9 месяцев, что, конечно, значительно сужает круг потенциальных участников. Предпринимателям, которых выгнали из курортной зоны из-за клумб и лавочек, предлагают их же рабочие места в неподъемную аренду по цене 20-30 тысяч рублей в месяц за торговый стол ярмарки. Но это один из примеров. В общей сложности было ликвидировано более 200 торговых мест, большинство из которых впоследствии были монополизированы подобным образом. Для маленького курортного городка это огромная цифра, ведь каждый объект – это люди и их семьи. Федеральное законодательство категорически запрещает любые действия, которые могут привести к уничтожению конкуренции, бизнеса как такового и в особенности к переделу рынка. Есть решение Конституционного суда Российской Федерации по этому поводу, где четко прописан запрет на безосновательное исключение в мест ведения бизнеса. Президент страны не раз заявлял, что основой экономики на сегодняшний день являются мелкие предприниматели. В марте 2020 года мы обратились в управление экономическое развитие торговли с просьбой включить торговые места в курортной зоне, на что нам был дан отказ с формулировкой, что для подачи подобных заявлений существует процедура общественных обсуждений, а на тот момент рассмотреть заявление по существу не представлялось возможным. В апреле этого года впервые были объявлены те самые общественные слушания, и нам было направлено в адрес администрации порядка 50 обращений с просьбой вернуть рабочие места, которые ранее незаконно отобрали. Ответ от предыдущего не отличается, но в самом конце есть интересная приписка о включении 34 новых адресов. То есть получается, что эти адреса были включены не в рамках общественных обсуждений. Когда мы написали в марте, ответили нельзя. Пишите тогда, когда можно. Мы написали, когда можно. Нам отказали, но разрешили тем, кто написал, когда это было нельзя. Очень оригинальное и непонятное. Причина для отказа – монопольная ярмарка. Хотя вообще монополизировано практически все. Ярмарка, торговые галереи, туристическая сфера города. Неужели во всей этой экономической сфере нет специалистов, которые могут остановить шквал в беззаконе? Такой текучки кадров, которые в управлении экономики происходят за последние 4 года, не видела, наверное, вся администрация вместе взятая. Грамотные специалисты, видя этот беспредел, или увольняются сами, или их увольняют по всем возможным и невозможными способами. Избавляясь от людей, знающих, господин Шипулин даже календарь переделал под себя. И избавился от одного специалиста 31 февраля, что не может быть в приоре. А вот такие кадры, как Карпухина Светлана Михайловна, для которых календарь – это китайская грамота, продолжает трудиться. Имеющийся репрессий показалось мало, и был создан отдел муниципального контроля, в простонародье карательный отдел, который возглавил бывший коллега Шипулина, Телегин Владимир Николаевич. Также бывшим коллегом является и новый исполняющий обязанности начальник управления экономического развития и торговли Горелик Владислав Викторович, профессиональная деятельность которого вызывает очень много вопросов. За месяц его трудовой деятельности в прокуратуру края было направлено не одно заявление о грубейших нарушениях действующего законодательства, таких как проведение незаконных проверок, нарушение конкурсных процедур, подлоги документов. Обо всем этом сообщено в надзорные органы. Более того, он отказывается принимать граждан, может позволить себе сказать, что ему неприятно разговаривать с посетителем, что вообще непозволительно для муниципального служащего. У нас глава города не позволяет себе отворачиваться от жителей и не отвечать на их вопросы. В апреле 2020 года вышел приказ Генерального прокурора Российской Федерации о умножении запрета на проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта мера была принята по указу президента в целях поддержания малого бизнеса в период пандемии коронавируса. Однако господин Горелик, зная о данном приказе как муниципальный служащий, осознанно пошел на нарушение и провел внеплановую выездную проверку деятельности предпринимателя. Но что интересно, о том, что заявление о нарушении законодательства при проведении выездной проверки будет рассмотрено прокуратурой города не в пользу пострадавшей страны, я узнал от Горелика во время рабочей встречи задолго до официального ответа отзорного органа. То есть от человека, который это нарушение допустил, и о результатах проверки его действий заранее знать уж точно не должно было бы. Если это так, то этот результат я, конечно, буду обжаловать Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и если необходимо будет, обжалую их в суде. Поэтому я обращаюсь к главе города Ессентуки, прокурору Ставропольского края, к уполномоченному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение требований действующего законодательства и взять под личный контроль проведения проверок по поступившим от меня заявлениям.